МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И компьютерные технологии. Наш сериал о тех, кто ведет борьбу с преступностью. В этой необъявленной криминальной войне работники органов внутренних дел могут противопоставить им только одно – личное мужество. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только за 9 месяцев текущего года в городе Санкт-Петербурге было изоплечено 153 преступных группы, специализирующихся на угоне транспортных средств. Как правило, такие преступные сообщества представляют собой небольшую группу профессионалов, которые занимаются угоном только одной марки автомашин и хорошо знают фирменные секреты своих иномаров. Ввиду отличной организованности внутри преступной группы, задержать и доказать причастность к угону всех ее членов бывает очень трудно. Именно поэтому для захвата банды разрабатывается специальная операция, предусмотренная законом об оперативно-розыскной деятельности. Сегодня зрители канала НТВ смогут стать ее свидетелями и увидеть все от начала до конца так, как это происходило в режиме реального времени. Операция «Ловушка». «Ноль четвертый, понял, выхожу на точку». «Ноль четвертый, понял, выхожу на точку». «Ноль четвертый, на третий». «Нороль на приеме». «Где находится объект?» «Пока объекта не вижу». «Так, ну и что тут?» «При появлении неизвестных нам машин, сразу же перемещаться и срисовывать номерные знаки». Итак, операция «Ловушка» началась. Сейчас зрители канала НТВ имеют уникальную возможность стать свидетелями операции по захвату банды угонщиков автомобилей, которые проводит 8-й отдел угрозыска ГВД Санкт-Петербурга. С помощью наших телекамер, установленных в оперативных машинах, на точках слежения и на вертолете, вы сможете в режиме реального времени увидеть всю операцию в целом. Репортаж буду вести я, Елена Рой. На связи со мной будут операторы нашей съемочной группы. А пока оперативные машины выдвигаются на точку, я познакомлю вас с тем, что происходило несколько часов назад. В течение четырех месяцев руководитель 8-го отдела, подполковник милиции Арсен Асланович Загаштоков, разрабатывал этот план. Сотрудникам его отдела удалось вычислить схему, по которой работает преступная группировка, на счету которой несколько десятков угнанных иномарок. Возглавляет ее бандит по кличке Ворон, он же Кондратюк Николай Васильевич, 44-го года рождения. У каждого члена группы своя роль. Одни отслеживают машину с транзитными номерами на авторынке, другие следят за ее передвижениями и сообщают, когда автомашина останется без присмотра хозяина. Третий сканирует ее противоугонное устройство. А потом за руль садится угонщик. План сыщиков основан на том, что внимание угонщиков привлечет машина-ловушка. Внимание, объект 2 подошел к объекту. Принял, принял, рука троируем дальше. Приманкой для бандитов будет служить вот этот автомобиль «Джип Тойота». Он был выставлен на продажу на одном из авторынков Санкт-Петербурга. И продавец автомобиля покупатель – сотрудники угрозыска. Руководит наблюдением за машиной-ловушкой майор Михаил Винокуров. И сейчас у ребят стоит очень серьезная такая сложная задача. Играть на публику. То есть нельзя тут не переиграть, нельзя недоиграть, нельзя спугнуть предполагаемых преступников. Нужно, чтобы действительно ситуация со стороны казалась реальной. Для того, чтобы все окружающие поверили в эту ситуацию. О том, что действительно в настоящее время идет приобретение автомобиля. Причем покупатель достаточно серьезно относится к его выбору. В последующем произойдет момент его оформления. И с момента движения автомобиля с территории авторынка мы берем его под плотный контроль. А также весь автотранспорт, который будет выезжать ранее нашего объекта или непосредственно за ним. Внимание, объект на площади. А мы возвращаемся на площадь, где в полной готовности находятся сотрудники милиции. Они ждут появления джипа и ведут тщательное наблюдение за всем автотранспортом, который паркуется здесь. Один, внимание. Второй, ноль третий, ноль четвертый, ноль пятый. Творит ноль первый. Объект подъезжает. Сейчас автомобиль-ловушка будет припаркован, а ее новый владелец покинет машину. С этого момента начнется новая фаза операции. Началось движение. Сейчас будем смотреть, по какому из вариантов. Это смотрим нами. Будет развиваться ситуация. Контролируйте движение девятки. Не открывайте себя. Надо посмотреть, куда пойдет она. Как вы только что слышали, одна из машин уже взята под контроль. Видимо, эта девятка движется вслед за нашим джипом от самого рынка. Вот вы видите, как паркуется джип. Как только владелец машины оставит ее без присмотра, в любую секунду рядом с ней может появиться угонщик. База 710-го цвета. Константин 379, Елена Вольга. Ближется по стачек в направлении метро Ахтова. Одна из оперативных машин села на хвост той самой девятки. Сейчас уже нет сомнений, что именно она движется вслед за нашим новеньким джипом. А вот еще один автомобиль, на который обратили внимание оперативники. Это Волга. Из Волги вышел человек. Поднял гопот. Контроль за объектом и Волгой. Видимо, оперативники подозревают, что два человека, которые копаются в моторе Волги, и есть те самые члены преступной группы, которые должны просканировать противоугонную систему джипа. То есть прямо из салона своей машины отключить его сигнализацию и открыть замки на дверях. Вот сейчас вы видите, как эту сигнализацию несколько раз включает и выключает владелец машины. Якобы для того, чтобы убедиться в ее исправности. Задача оперативника абсолютно правдоподобна сыграть свою роль владельца новой машины, так, чтобы преступники не заподозрили ловушки. Второй номер не вижу, закрытый. Как только отойдут, номер сразу же должен быть у меня. Понял. Вот третий, я 0-1. Второй, оттянитесь немножко назад, оттянитесь, чтобы вас не засекла машина. Не расшифровываться ни в коем случае. Ну, повторяться не будем в эфире это. Вы видите, как играет свою роль оперативник. Медленно и неторопливо он обошел машину, попробовал замки на дверях, осмотрел, полюбовался только что приобретенной Тойотой, проверил замок багажника. И уходит. Теперь все может произойти буквально в любую секунду. Первую, ноль второму. Объеме. Подъехала девятка. Номер О, 249, ОЕ, 78. Принял. Фиксируем движение пассажиров. Я ноль четвертый, наблюдаю только сбоку. Как показывает практика, сам угон совершается практически мгновенно. А вот броситься в погоню мгновенно нельзя. Не забывайте, что за площадью сейчас следят не только оперативники, но и члены преступной группы. Если они поймут, что за ними ведется слежка, угонщик немедленно бросит машину и скроется. Хочу обратить внимание всех, настоящую впереди девятку бежевого цвета, станируемые стекла нет. Промога наблюдения. Как вы, наверное, уже поняли, оперативники вынуждены отслеживать передвижение абсолютно всех автомашин, подъезжающих к площади. Любой человек, оказавшийся рядом с машиной и ловушкой, находится в числе подозреваемых. Вот сейчас вы видите, что внимание оперативников привлек этот человек, неторопливо идущий через площадь. Если вы помните, он вышел из серой девятки. Может быть, все это случайное совпадение, а может быть и нет. Операция развивается у вас прямо на глазах. По всей вероятности, сейчас... Сейчас под наблюдение взято три машины. Две девятки и Волга. Но посмотрите, человек, который был пассажиром девятки, направляется... Да, точно, он направляется прямо к джипу. Вот, сверкнули подфарники. Это была отключена сигнализация. Он открывает дверь, садится... Кажется, клюнуло. Готовимся к началу движения. Волга быстро уезжает! Волга быстро уезжает! Волга пошла до стачек. Угонщик готовится начать движение. Движение за объектом. Я отслеживаю машину прикрытия сопровождения. Пускай проходит вперед. Вы видите, как джип тронулся с места. Между прочим, угонщику приготовлен сюрприз. Сейчас включится наша скрытая камера, установленная непосредственно в салоне машины-ловушки. Вот вы видите сигнал, который она передает. Благодаря этой камере вы сможете увидеть самого угонщика и его движение по улицам города. А в подножку автомашины вмонтирована еще одна скрытая камера, которая будет показывать, по каким именно улицам движется машина-ловушка. Это уникальные кадры. Такого еще не видел никто. Двигаюсь за объектом в сторону обходного канала. Я четвертый. Тает отверстие по старой Петергофске в сторону обхода. Третий. Установите, есть ли машина отвлечения. Держи, обратите внимание на бежевую девятку. Останавливаю приезженные машины, докладываю предметение состояния движения. Все, что ли? Да. Погоня началась, но сотруднику угрозыск, видимо, придется доиграть роль владельца машины до конца. Правильно, Арсен Асланович? По идее, они должны сейчас проконтролировать реакцию Максима. Если же он свою роль до конца не собирает достоверно, то, возможно, обратная реакция. Они постараются избавиться от транспортного средства, соответственно, усложнить задачу в плане доказательной базы. Вы видите, та самая девятка, которая привезла на площадь угонщика, осталась на месте. Видимо, именно из нее ведется наблюдение за владельцем угнанной машины. Смотрите, как только Максим побежал через площадь, с Лереном за ним бежит какой-то человек. Вероятно, это и есть тот, что вел наблюдение за площадью и проверял, нет ли слежки за угнанной машиной. Вот он сел в девятку и та отправил вслед за нашей Тойотой. Так и есть, это одна из машин прикрытия. Делает право-левый поворот в сторону Старопсерговского. Третий, заберите потерпевшего. Слева. Стой, стой, стой. Я 05. Объект делает левый поворот на Лермонтовский. Слушай, ну молодец. Все, молодец, все нормально. Наверное, вы думаете, что сейчас начнется самый настоящий боевик с погоней и стрельбой. Однако в жизни все не так, как в кино. И реальные бандиты действуют довольно хитрым способом, поскольку дорого ценят свою жизнь. При малейшей опасности они просто бросают угнанную машину и скрываются. А доказать причастность к угону джипа машин прикрытия, в нашем случае это две девятки, как вы уже поняли, серая и бежевая, вообще практически невозможно. Вот сейчас, кстати, вы видите план с вертолета, на котором тоже установлена одна из наших камер. Продолжаем наблюдение. 0-1, я 05. На первой. Если есть возможность, форт медицинский надо убрать. Движда по попутам направления. Поним, нейтрализуем. Волна по миру. На принадлежность по номеру. Геннадий. 48-52, Леонид Дмитрий. 0-1, я 05. На приеме. Серый движется, выехал на Московский, в сторону Витебска делает правый поворот. На приеме. Вы поняли, номера на одной из машин сопровождения фальшивые. Под этим номерами числится зеленый запорожец, так что установить реального хозяина до задержания будет невозможно. Это осложняет ситуацию. Где объект находится? Докладывая. 2-й, 3-й, 4-й, 1-й. 0-1, я 05. 0-1, я 05. 0-1, я 05, прием. 0-5, 0-1. Я 0-4, заказывается перетечение от Пустого проспекта, из Титута, Пустого канала, из Титута. Где находится объект? Вы тоже сейчас слышите переговоры оперативников. Кажется, у них какие-то проблемы. Скорее всего, нарушена связь. А это может сыграть на руку преступникам, поскольку машины, ведущие наблюдение за объектом, не смогут передавать друг другу информацию. Здравствуйте, радио, за объектом поездка отворал. Где объект? Точный адрес. По месту, по месту сориентируй. Не забывайте, что у нас работает скрытая камера. Вот, мы получаем ее сигнал, и мы сможем сейчас определить, где находится угнанная машина. Вы видите, что она едет по набережной. Сейчас мы постараемся передать эту информацию подполковнику Загаштокову. Так, левый поворот они должны сюда делать. Понял, понял. А вот то самое место, к которому, по оперативным данным, и движется угонщик. Это отстойник в гаражном кооперативе. Здесь у нас установлен наблюдательный пост. А что происходит у вас, Михаил Юрьевич? В настоящее время мы выдвигаемся на перехват объекта. По другим, мало загруженным улицам. Увеличили скорость. Увеличил скорость, приближается к мосту. Несколько слов о плане, разработанном сыщиками угрозыска. Вы видите, что оперативники продолжают слежение, но не захватывают угонщика, поскольку в их задачу входит взять по возможности всю банду сразу, в том числе и тех, кто ждет наш джип в отстойнике. Кстати, сейчас работает наша камера, установленная на вертолете. Это позволит нам отслеживать несколько фаз операции сразу. 01, я 05. На приеме. Сопровождаю машину прикрытия, движется в сторону Народной. Понял. На приеме 01. Я с торчением ушел на улицу Народного. Идем параллельно. В направлении Турманская краска. Случай, не допускай, не допускай, не допускай, не допускай, не допускай, не допускай. Камеру вниз. Очень близко. 01, я 05. Сейчас расшифровка, атака подбит. Машина прикрытия на запроет. Понял. Ошуществляет правый поворот, внимание. Первый, я 05. Так, 05, останавливаем. Внимание. Контроль за объектом. Идет замена номерных знаков. Стой. Сейчас, благодаря нашей скрытой камере, вы видите уникальные кадры. Бандиты меняют номера на том, что угнанные машины. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что номера были транзитными. Это немаловажная часть плана преступников. Ведь, как правило, владелец только что купленной машины не запоминает своевременные номера и не может сообщить их сотрудникам милиции. Техническая группа, отследите, какие номерные знаки будут установлены на объекте и немедленно доложите мне. Твердый, понял. Твердый, понял. Третий, понял. Когда пойдет мимо нас, мы вам сообщим и берете контроль. Я принял. Объект заменил на мирные знаки. Разворачивается, начиная движение в вашем направлении. Езжай, езжай за ним, нам вон будет. Давай, давай. Новые госзнаки. Константин. Весь осень. Сергей Николай, как понял. Все правильно, первый Константин. Ладно, дошел. 01, я 05. На приеме. Вместо предполагаемого отстоя будем следовать по маршруту большевиков. Правый поворот по Калантаю. Подстрахуйте Дыбенко. Подстрахую, да, параллельная улица. Там встречка идет. Перекопали весь город. Я третий, и он начинает проверочное действие. Я попрошу меня поменять. Куда менять? Чем менять? Внимание. Объект начинает проверочное действие. К объекту не приближаться. Держать в визуальном контроле. Второй понял. Дорога понял. Ой, он прямо пошел. Тихо здесь подыгранка и находите там все туда. Идете на перехрелке, Калантаю. 01, я 05. Сзади. Да. Ух, 01, я 05. 01, я 05. Машина прикрытия, я вижу, пошла за нами. Но большевиков на Калантаю. Понял. 02, подъезжай. Среда рассекулись в Калантаю. Среда рассекулись в Калантаю. Среда рассекулись в Калантаю. Принял, останавливаюсь. Ну, сейчас. Второй, выдвигайтесь от нас направо и в самый конец туда, к гаражам. Ну, второй понял. Выдвигаемся. Перекъездки. Сейчас появится. На приеме. Машина прикрытия. Объект и вторая машина прикрытия. Движемся в сторону, если отстоит. Все, 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 отставайте. Есть. Отстаем. Внимание, объект последовал перекресток. Следует направление отстая. На приеме. Третий, я бы, третий. Все, все, отставайте. Отстаем. Внимание, объект приближается. Внимание, все проезжаем мимо объекта. Пятый, пятый, разрежусь. Опять, выходит, поле, поле, сожжение. Не понял. Внимание, третий, подержали. Вторая, объект проследовал. Итак, оперативные данные оказались абсолютно точными. Угнанные машиной две машины сопровождения едут в тот самый отстойник, где им приготовлена засада. Здесь тоже расположены наши скрытые камеры. Кстати, одна из них установлена на крыше гаража и спрятана в обыкновенную картонную коробку из-под телевизора. Вот какие-то два человека ждут у ворот гаража угнанный автомобиль. Вот он подъезжает. Машина налево и машина направо. Разошли в сторону. Бандиты практически уверены в том, что их операция прошла успешно и машина благополучно прибыла в отстойник. Здесь обычно перебивают номера, после чего машины, угнанные с улиц Санкт-Петербурга, отправляются в другие регионы России. А сейчас работает наша скрытая камера. Она показывает нам этот гараж и машины-прикрытие, которые приехали на территорию гаражей вслед за угнанным джипом. Водитель вышел из бокса. Садится в серую. Девятку. Машины-прикрытие уехали. Сейчас мы с вами станем свидетелями захвата. Захвата тех людей, которые находятся в самом гараже. Две оперативные группы сейчас готовятся к захвату. А это мы видим машины-прикрытие, которые выезжают с территории гаражей и отправляются дальше. Слежка за машинами с преступниками будет продолжена. Интересно, куда они приведут оперативников. Может быть, с их помощью удастся взять и других членов преступной группировки. Серую возьмите под наблюдение. Миша понял. Серую вижу, контролирую. Девятки разъехались в разные стороны. Придется разделиться и оперативникам. А тем временем вы видите, как к гаражному блоку подтягиваются две оперативные группы. Они уже находятся на территории гаражей и подходят к блоку с двух сторон. К тому самому блоку, куда только что была доставлена угнанная машина. По оперативным данным, внутри должны находиться два человека. Слесарь и, возможно, сам заказчик. Вероятно, там уже кипит работа. Перебивают номера и машины готовятся к отправке в другой город. Маловероятно, чтобы у них было оружие, но все возможно. Поэтому оперативники действуют предельно аккуратно. Что? Русланов. Уголовный резец! За что? За что? За что? За что? Видите, что реальное задержание происходит буквально в считанные секунды. Никто не успел оказать сопротивление. Теперь задержанных отправят в территориальное отделение милиции, и в отношении них будут проводиться следственные действия. Возможно, уже в ближайшие часы оперативникам удастся узнать какие-либо подробности о составе преступной группировки, которая занимается угоном автомашин. Ну а тем временем на улицах города преследование продолжается. Пятый, свяжитесь с территориальным отделом милиции, чтобы направили туда следственную оперативную группу, к машине задержанной. И возьмите на контроле ее работу. Так, внимание всем! Внимание всем! Работаем по второму варианту, работаем по второму варианту. Я принял, работаем по второму варианту! Внимание, объект пошел прямо. Согласно второму варианту, разработанному оперативниками, обе автомашины сопровождения надо брать только одновременно, чтобы не спугнуть преступников. В контроле объекта. Объект уходит с нарушениями в сторону Мурманской трассы, КПМ. Внимание, я и объект находимся на перегоне Литейный проспект Фонтанка. Маяк первому. Маяк на свете. Подтягивайтесь ко мне по бляже, объект отрывается. Чтобы нам успеть, вы не влево и поднимаю. Оперативники разделились на две группы преследования. Во главе первой подполковник Загаштоков. Они преследуют девятку серого цвета, в которой находится сам угонщик. Вторую опергруппу возбавляет майор Винокуров. Девятка, которую преследуют они, направляется в центр города. Миша, ни в коем случае этого козла не упусти. Держи его до последнего. Пока мы своего не закрепим здесь на Бурванке. Держи его. Я сказал держать. Я тебе дам команду, когда я его можно задерживать. Держи его. Не отпускай. Все, спасибо. Первый я, маяк. Маяк, далеко не уходи. Перед перекрестиком остановись. Посмотрим, куда пойдет объект. Пока преступники ничего не подозревают, давайте вернемся на шоссе. Вот сейчас в эфире камера, установленная на вертолете. Вы сможете увидеть, как произойдет задержание той машины, которая следует по Мурманской трассе. По плану ее должен остановить сотрудник ГИБДД. После чего ничего не подозревающие пассажиры девятки будут задержаны оперативниками. Таким образом, удастся избежать опасности перестрелки, в результате которой могли бы пострадать невинные люди. Но что это? Машина не остановилась по сигналу инспектора. Она продолжает нестись по шоссе. Очевидно, сейчас начнется настоящая погоня. Благодаря нашим камерам вы сможете увидеть ее во всех подробностях. Да иди ты. Шарик долбанный. Видимо, оперативники не ожидали такого поворота событий. Сейчас вы видите, как от постаги ГИБДД одна за другой отъезжают машины. Первым в догонку бросился инспектор, за ним машина оперативников. И, наконец, специализированная машина с форсированным двигателем группы захвата. Давай, 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 давай! Миша! Все, крепите свою машину в задержание. Наш вертолет следует вдоль трассы, по которой на огромной скорости несется автомобиль с преступниками. Подполковник Загаштуков продолжает руководить операцией по задержанию угонщиков автомобилей. Будем надеяться, что закончится она успешно. А вот сейчас вы видите картинку, которую передает камера, установленная в спецавтомобиле группы захвата «Тайфун». Именно они должны задержать преступников. Вы видите, машина несется по шоссе, но пока еще расстояние, отделяющих от девятки, довольно большое. Наверное, сейчас всем телезрителям, так же, как и мне, хотелось бы, чтобы вертолет приземлился прямо на середину шоссе и преградил дорогу преступникам. Тем более, что с нашей камерой их очень хорошо видно. Но сделать это невозможно. Захват должны произвести профессионалы-оперативники. Ну а пока еще ситуация на Мурманской трассе, как вы видите прежнее. Давайте посмотрим, что происходит на улицах города с той группой, которую руководит майор милиции Михаил Винокуров. Маяк. В районе Лебяк-эклонавки будем принимать меры к задержанию объекта. Останавливайте без тирены, спокойно, жезлом. Итак, майор Винокуров принял решение к задержанию. Произойдет оно, как вы поняли, в районе Лебяк-эклонавки. Но пока мы успеем еще вернуться на трассу и посмотреть, что происходит там. Вот сейчас, по моей просьбе, режиссер выдал эфир картинку, которую мы получаем с наших камер, работающих в машинах преследования и на вертолете. Как видите, ситуация прежняя, погоня продолжается. Хочу вас предупредить, что поскольку сейчас ситуация может развиваться самым неожиданным образом, как на улицах города, так и на шоссе, мы будем выдавать картинку по очереди. В общем, постараемся успеть везде. Вы знаете, вот буквально сейчас от группы операторов, работающих с майором Винокуровым, пришло сообщение, что водитель бежевой девятки начинает проверяться и уходить. Очевидно, ситуация там обостряется, мы вынуждены включить Санкт-Петербург. Внимание, я первый. Находимся на улице Садовой. Санкт-Петербург, Михаиловская замка. Сейчас вы видите инспектора ГИБДД, который принимает участие в операции. Маяк, я первый. Объехт пошел по зеленому к тебе. Принимайте меры задержания машины. Аккуратно только, спокойно с владельцем разговариваю. Первый, я маяк, мы на месте. Ждем. Второй. Сейчас вытягиваемся и принимаем меры задержания. Второй понял. Так, Дима, я торможу и кладем. Олег, за понятыми. Пока приглашают понятых, скорее всего, это будет кто-то из прохожих, чтобы приступить к обыску автомобиля. Посмотрим, что происходит на шоссе. Отрывается зараза. Хорошо идет, подонок. Вы видите, серая девятка на огромной скорости несется в сторону области и пока догнать ее не удается. На первой, я вернулся, и по-моему, все-таки тоже в корее, и группа с захватом приближаемся к обыску. Что, прописано? Группа с захватом приближалась. Что, прописано? Понял, понял. Всем внимание. Насколько я могу судить по картинке, которую мы сейчас получаем с вертолета, расстояние между машиной с преступниками и оперативниками довольно велико. Мне даже кажется, что оно несколько увеличивается. Давайте буквально на несколько секунд вернемся в Санкт-Петербург. Здравствуйте. Управление удовольное у вас, как у нас есть начальника отдела. Значит, мы сейчас остановили машину, при осмотре машины, здесь под передним публиком находится пистолет на 1-й роман. Сейчас мы будем вызывать, естественно, оперативную группу для того, чтобы оформлять изъятие в соответствии с уголовно-профессиональным кодексом. Оформим документы? Да. Итак, в задержанной автомашине был найден пистолет. Следствие установит, кому он принадлежит. Возможно, вооружены и эти бандиты. Водитель Леонидов, в право остановимся! Остановимся справа! Преступники не подчиняются приказам инспектора. Обратите внимание, как близко же он находится от девятки. Кажется, что можно дотронуться до нее рукой. Пытается обогнать. Выходит на сплошную. Он хотел обогнать машину, чтобы прижать ее к обочине, но водитель дверки увеличивает скорость и уходит в отрыв. А это мчится по левой полосе спецмашины с группой захвата «Тайфун». Ребята в камуфляже и с оружием. Они настроены очень серьезно. Зажимайте, зажимайте его! Зажимаем! Так, группе захвата приготовиться! Ага! Группа захвата готовность! Я вас снимаю! Группа захвата в воде! Я вас снимаю! Внимание! Готовы прижимать! Водитель 9-й модели! В право остановимся! В право остановимся! Если бы я не знала личного полковника Загаштокова и его ребят, я, может быть, и не поверила бы, что это реальность. Однако это так. И случиться здесь может все, что угодно. Ситуация на трассе может изменить и в любую минуту. Да, драматические события. Честно говоря, в глубине души я все-таки верю, что преступникам не уйти. Вот вы видите, как их машину пытается прижать инспектор ГИБДД. Преступники сворачивают на проселочную дорогу, но это им не поможет. Вот они, клещи. На заклад бросились ребята из группы «Тайфун». Все происходит на ваших глазах. Наши операторы работают в самой гуще событий. Да, считанные секунды потребовались оперативникам, чтобы завершить такую сложную операцию. Можно сказать, это высший пилотаж. Взять вооруженных бандитов без единого выстрела. Мне кажется, что несмотря на погоню, внутренние преступники не были готовы к такому повороту событий. А может быть, рассчитывали скрыться на одной из проселочных дорог. В любом случае, это им не удалось. Сейчас их посадят в камеры, оборудованные специализированные машины группы захвата, предназначенные как раз для таких случаев. В Санкт-Петербург они вернутся уже в наручниках. Да, преступники подготовились отлично. Перед вами изъятое у них оружие и фальшивые автомобильные номера. Следствие разберется, откуда все это взялось. А мы прощаемся с вами и надеемся, что вам было интересно и даже захватывающе наблюдать за преследованием реальных преступников в реальной жизни. Тем более, что теперь они за решеткой. Смотрите наш сериал, и вы снова станете участниками драматических событий, которые происходят рядом с нами, но о которых не знает никто. Продолжение следует... Продолжение следует...